был опыт проживания в своем доме у нас был старенький дом мы решили что хотим уже жить за городом переехать купили участок начали строительство поскольку был тоже опыт с каркасными домами поэтому решили что мы будем строить каркасный дом по финской технологии ну как именно они строят не хотелось уже возвращаться к лестнице одноэтажника решили что вполне нам достаточно проект мы стали искать на финских сайтах именно кто производит каркасные дома подобрали что-то похожее на то что мы хотим вот от себя уже доработали сильно мы не стали изменять до проект дорисовали просто котельная и кое-какие помещения просто поменяли местами после этого дали уже проектировщику этот рисунок и он нам подогнал это все под наши размеры поскольку был опыт проживания уже в своем доме было понятно уже что нам надо три комнаты три спальни что нам надо чтобы они были изолированы друг от друга то есть не было смежной стены между ними два санузла большая кухня столовая постирочная и какое-то подсобное помещение для хранения весь конструктив решили сделать по классической финской технологии каркасной именно то есть несущие стойки в качестве стропильной системы стропильные фермы деревянные на металлозубчатых пластинах заводского производства мы пришли к выводу что так как сам не сделает никто вот и принципе на каркасные дома у нас мало кто строит именно по финской технологии именно так как положено фирмы эти по пальцам можно пересчитать опыт строительства у меня был именно каркасных домов даже финляндии когда-то вот и то есть я не боялся все это сам делать самостоятельно строить в общем было не страшно но было понимание что это затянется во времени потому что стройка занимает все таки очень большое количество времени надо было на эту стройку еще и зарабатывать то есть в итоге коробку неделю строили неделю работали по-другому не получалось то есть во времени все это конечно затянулось черпали информацию в первую очередь на форумхаусе на финских сайтах я очень много мониторил там все это все технологии эти известны абсолютно ничего трудно все отработано участок нас находится на бывшей финской территории здесь очень много камней у нас на участке было мы огромные по полтора метра волны вытаскивали даже трактором когда разравнивали его плюс очень приличный наклон у нас больше чем метр поэтому мы пришли к выводу что нам все таки ну плита не очень подходит в качестве фундамента потому что не было бы было отсыпать весь участок до ровного до делать какие-то большие работы по дренажу свои крутили почти все трехметровые поскольку надо их заглублять минимум на два метра температуру промерзания только при таком условии подрядчик готов был давать расширенную гарантию переломали они свои не знаю количество много реально много потому что ну камень на камень у нас и коэффициент был из-за этого не дешевый фундамент получился хоть и свайной но все вышло участок у нас под наклоном вот и хотелось площадку ровную сделать под машины такой двор ровный чтобы не было такого большого уклона мы сделали сначала большую насыпь потом мы решили что надо это как-то все оформить и сделали такую подпорную стенку из габионов по конструктиву классическая финская технология сухая строганная доска 195 на 45 в качестве основных стоек каркаса пирог стены изнутри имитация бруса дальше крафт бумаги чтобы утеплитель не пилил перекрестное утепление то есть горизонтальный брусок 45 на 45 с заполнением минватой толщиной 50 миллиметров дальше идет контур пароизоляции дальше основные стойки каркаса 195 на 45 заполненные два слоя минваты по 100 миллиметров дальше все это прикрыто шпунтованными плитами мдвп ветрозащита которая является также дополнительным слоем и теплоизоляции 25 миллиметров потом вент зазор и и дальше фасадная доска с тонкой пиленной поверхностью покрашенная на производстве тремя слоями первый слой грунт два слоя краски известных финских брендов потолочное утепление 150 минваты лежит между поясом стропильных ферм дальше насыпано 200 миллиметров эковаты кровля металлочерепица с элементами кровельной безопасности то есть везде установлено снегозадержание пристенная лестница сделана для обслуживания вентканалов и дымохода и кровельные мостики и трапы опять же для обслуживания дымохода у дома сделано три входа то есть главное парадное крыльцо с красной дверью заднее крыльцо и большая терраса 18 метров крытая тоже сердце нашего дома это печь финская известного бренда из талька магнезита поставили мы ее потому что у нас только электричество газа не предвидится доме и котел мы тоже решили не ставить с радиаторами поэтому основное отопление нашего дома это печное у нас стоят конвекторы но они чисто на подхвате когда у нас нет дома поддерживают минимальную температуру когда мы дома мы топим печь достаточно такой печи одной топки примерно вот как в дровняке сейчас лежит чтобы обеспечить в принципе теплом на весь день вечером мы топим и сутки примерно печь горячая камушек называется талька магнезит из которой сделана печь он отличается тем что аккумулирует тепло и очень долго его отдает течение суток он дает тепло помещение по надежности тоже эта печь гораздо выше чем кирпичная кирпича рассыпается со временем высыпается раствор между кирпичами да это печь у нее срок службы около 100 лет ничего с ней делать не надо запатентованная вихревая топка медленное горение очень большое кпд по моему 87 процентов то есть из дров из того что вы туда положите из того что там сгорит печи она вытягивает максимум тепла максимум пользы вот и проходит по всем каналам дым после этого только выбрасывается в трубу все тепло снимается на камень мы после этого надо это помещение собирается она как конструктор привезли нам ее на поддоне все по кирпичиком было кирпичики были подписаны было двое мастеров учиться не финляндии после этого они начали сборку у нас был уже фундамент выложен уже плиткой ровная была поверхность фартука еще вот этого не было и после этого они собрали печь два дня у них ушло на сборку и еще день на монтаж трубы все на крыше было смонтировано очень быстро все четко помимо всего прочего очень камень красиво выглядит если приглядеться он такой очень приятный на ощупь как бы бархатный и с блестками даже очень красивый рисунок на нем ну и кроме всего в общем она очень красиво выглядит украшает интерьер то есть это печь она не только так пожечь дрова и посмотреть это именно вообще вещи очень практичная то есть она отапливает весь дом то есть вложение в нее они оправданы на самом деле мы узнавали когда про кирпичные печи то есть хороший кирпич хороший мастер примерно такую же цену и выходит но качество бы она все равно вопросом будет немножко другое ну а устройство я думаю что примерно там как в русской печи то есть много много внутри каналов в теплый воздух проходит нагревает всю печь печь снимает как бы тепло с этого камень вот этот аккумулирует это тепло и потом отдает уже помещение более уже такой остывший воздух уходит вот это вот гостевая спальня она небольшая 10 квадратных метров но и совмещенный как бы смысл кабинет мужа диван стоит раскладной ну и простенькая мебель дальше хозяйская спальня на 14 с лишним метров отделка в спальне имитация бруса у нас на стенах на полу паркет здесь хотелось именно какой-то темный цвет стен на делать чтобы так было уютно ну темно всегда в спальне такой как бы обстановка такая приятная располагающая к отдыху было условие чтобы была именно постирочная полноценная мне очень не хотелось чтобы стиральная машина там сушильная где-то стояли в каких-то санузлах то есть я предпочитаю лучше маленький санузел но он именно как санузел а под это все уже выделить специальную комнату здесь машина сушильная стиральная различные вся бытовая химия техническая раковина сделана такая очень практичная который можно принципе там и картошку чистить и рыбу разделывать и ботинки мыть в доме реализована полноценная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла вент машина сама финская но и привезена оттуда работает очень тихо мы очень довольны трубы все вентиляционные раскиданы сверху лежат по нижнему поясу стропильных ферм и находится внутри утеплителя эковаты во всех влажных помещениях сделана вытяжка во всех спальнях и в гостиной сделан приток а чтобы все это функционировало обязательно должен быть минимальный зазор где-то порядка двух сантиметров под дверями чтобы было движение воздуха во всем доме соответственно получается забор специальная решеточка находится на фронтоне дома забор происходит с улицы дальше поступает воздух через фильтра в саму вент машину и дальше уже раскидывается то есть нагнетание идет по помещениям и также выхлоп уходит через фронтон через ту же решеточку где не смешивается выходящий воздух с тем который забирается в доме присутствует довольно много решений подсмотренных у финнов то что у них там практически в каждом доме вот та же приточная вытяжная вентиляция с рекуперацией аварийные душевые трапы то есть вот здесь смойки идет труба прямо в трап и специально сделано все помещение корытом то есть сделана гидроизоляция и получается своеобразная корыто из пластика то есть если вдруг какая-то авария прорыв хлынула вода допустим дальше мокрых помещений вода никуда не пойдет поскольку бортики не дадут гидроизоляция сделано по всей площади с наплывом как бы на стены с проклейкой угла и в итоге вода просто пойдет в аварийный душевой трап здесь у нас сауна располагается именно с электрической печью мы хотели сколько у нас баня есть дровяная здесь хотелось именно вот включил зимой когда хочется отдохнуть она нагрелась с полтора часа и ты сидишь отдыхаешь то есть ты не бегаешь с дровами ну тут вот так зайти попариться то есть баня это такое с вениками с нырянями в снег там на целый день какая-то такая эпопея а здесь чисто погреться просто после уборки снега еще чего-то чисто отдохнуть печь электрическая ну обычная самая тоже финский бренд у нас устраивает полностью работает она уже много лет она у нас была еще в другом доме и больше десяти лет работы без нареканий дальше у нас большая подсобка более 14 метров ну тут мужа находится мастерская по одной стене все инструменты верстак здесь мой стол такой садовый можно здесь принципе даже швейную машину поставить шить дополнительный холодильник здесь организовано хранение здесь у нас составлено место тоже под дополнительную морозилку еще мы ее не купили ну тут принципе вот такая большая кладовка ну вот это наша кухня что тут необычного у нас столешницу мы покупали просто мебельный дубовый щит вот дальше я делаю полностью сама то есть по всей технологии шкурила шлифовала покрывала маслом где-то неделю работы вот но это очень-очень удешевил а то есть вот у нас получалось что нам надо два трехметровых таких щита вот обошлись они нам по цене даже дешевле чем просто дсп бы мы купили вот ну и очень нравится конечно вид как все получилось у нас вот такая еще у нас здесь сделана интересная вешалка вот она является одновременно то есть закрывается тыквагонки и плитки и можно какие-то декоративные не только элементы на нее повесить сделана она из обычного соснового наличника для двери и такой нарезан пока наш деревянный кругленький обычный сделаны крючки из него покрыты это все маслом так таким же как и столешница чтобы это все было в одном цвете ну вот выглядит так интересно и плюс она заходит как бы на окно там тоже закрывает как бы стык вот этих вот уголков здесь у нас ну как обычно посудомойка плита вот хотелось вытяжку такую какую-то интересную повесить духовка и холодильник и вот эту вот всю конструкцию у нас здесь закрывает такой интересный стеллаж вот планировать просто стенка перегородка чтобы не было видно заднюю стенку холодильника на потолке в гостиной у нас сделаны такие балки интересные они только декоративные никакой функции не несут вот единственное что закрывают то есть там были стыки вагонки на потолке и чтобы легче монтировать мы сделали так как заранее знали что закроем это все балками балки интересных плане что мы не специально не старели ничего с ними не делали эти доски у нас лежали на террасе пока еще не было финишного пола там из лиственницы они у нас просто лежали как пол потом мы сняли они вот так вот естественно состарились их поливал дождем ты мне пришла идея что именно именно эти доски мы используем на балки вот это у нас детская комната она порядка 12 метров квадратных ну тут все очень простенько светленько из интересного тут висит вот такая вот качель вот чтобы ее повесить мы сделали закладную еще до отделки чистовой прямо к фермам там прикручена закладная ну и потом уже через вагонку прямо мы смогли вот ее повесить то есть вот эта конструкция она выдерживает в итоге очень большой вес также у нас есть еще совмещенный санузел он получился и небольшой вроде бы и не маленький для полноценной душевой кабины как-то места маловато обычно у нас продаются с жестким низом пришла в голову наверное оригинальная мысль для россии здесь я такую кабину не смог найти в финляндии это обычное дело то есть творки сдвигаются они совершенно независимые друг от друга смотрите сколько сразу место получилось то есть ничего не мешает если захотелось помыться то есть все здорово почему-то в россии я не смог найти ничего подобного поэтому пришлось это вести из финляндии ну стройка у нас несколько растянута поэтому бюджет на восемнадцатый год например да мы строили коробку утепленные черновая отделка обошлась нам четыре с половиной миллиона где-то примерно конечно мы так уж точно не можем сейчас посчитать на сегодняшний день наверное другие цены ну и прикидывали мы так тоже очень примерно чистовая отделка примерно полтора миллиона ну опять же все очень примерно потому что ты какие-то мелкие траты свои не всегда считаешь там какие-то шурупы инструмент какой-то да докупался ну пытались мы конечно максимально сэкономить максимально использована мебель у нас та которого была вот например тумбочку из квартиры домой просто и немножко переделали поставили на ножки эту мебель например мы делаем сами открыли свое производство максимальная экономили на всем чем только можно было конечно на доставках получалось очень хорошо сэкономить свой микроавтобус очень сильно помогал в строительстве конечно без этого вообще пропали бы жить в доме очень нравится мы не так давно общем смогли окончательно переехать особенно радовала что есть куда поехать прекрасном доме жить очень хорошо когда он сделан по всем правилам мы это можем уже точно сказать я считаю мы получили все то чего хотели то есть никакого разочарования одно удовольствие но получили вот да то что и задумывалось понравился ролик ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео на форум хаос и мы всегда рады вашим комментариям комментариям